приветствую вас друзья мои и гости канала это канал круиз антонина абрамкина и всего сегодня это торопрогноз для стрельцов на май 2022 года и если вы первый раз на моем канале если понравится как я веду свой канал обязательно поддержите канал подпишитесь у меня сейчас канал и на youtube и на дзен можете переходить ссылочка всегда под видео есть и контактный телефон все есть по по внизу под видео под каждым видео я оставляю свои координаты но прежде чем я буду делать расклад я всегда рассказываю как выглядит звездное небо для вашего знака зодиака непосредственно на что следует обратить внимание при принятии важных решений можно это делать и нельзя конечно нам в этом подскажет звездное небо и планеты которые на нас влияют в данный момент именно на тот или иной знак вот так и будет выглядеть ситуация вокруг этих событий будем крутиться но прежде чем смотреть карты расклад карт таро обязательно загадайте желание и вот здесь когда вам пойдет интуитивно какой-то ответ например на им касающийся вашего вашей цели и желание вот это и будет правильно отмет отмет ответ вернее и вообще когда я стараюсь всегда изменить ваш внутренний настрой и изменив вот свой внутренний раз настрой то есть как бы свое сознание поменяв к лучшему вот это и есть правильное решение вот к чему я веду так как у меня канал позитивный и я пытаюсь стараясь вас всех оторвать от негативного генератора и направить к позитивному ну что ж давайте начнем месяц мая обещает порадовать всех нас неожиданными хорошими внезапными переменами по урану уран у нас сейчас в тельце и в соединении с солнцем и тем более со узлом будущего это коснется каждый знак зодиака как было не будет даже касается и отношений и финансов всех а тем более это ось обладания телец и скорпион я уж кратко говорю наверное устала объяснять вот и для вас стрельцы шестой дом в мае будет затрон дом работы и здоровья вот на это работа как раз поменяется да но все-таки месяц активных действий и для кого как она подведет каким событием вы соответствии с вашими целями и желаниями вы это увидите у кого-то садовод огородники наконец-то любимую дачу приобретут мечтали о земле или домик в деревне вот это может состояться в общем но и смена деятельности может подтолкнет переездом каким-то в общем природа жила и мы с ней и наступает еще замечательный период период путешествия мы все вот готовы улететь уехать туда-сюда устали хочется новых впечатлений а небольшая поездка соседний город она тоже придаст хороших эмоций и позитивных эмоций прибавит вам и если еще вы пойдете по духовным центрам с места силы родники источники вот на этих местах мы тоже отрываемся и духовно на ступень выше поднимаемся и чувствуем какую-то легкость отрываемся от низших энергий а это можно происходить может только на местах силы вот советую съездить на остров буян вообще впечатление вот там точно поднимаясь по лестнице оторвете всех своих вампиров потому что поднимаясь вот эти духовные центры эти вампиры энергетические они отсекаются от вас и они не могут туда пройти там стражи духовные стоят астральные наставники духовные они не пустят их но выходя с этих духовных центров вы все выходите обновлены и они уже как прежние вампиры они не могут у вас потому что мощная защита на вашей как на вашей орбите вокруг вашей энергетической орбиты имею ввиду уже будет как помните как в фильме в круг чертил и вы тоже с духовных центров выходите вот с таким это я уж примитивно говорю чтобы было всем понятно и выходя из духовных центров вы такие защищенные выходите и они не могут вновь к вам заселиться но если конечно сами опять негативными мыслями опять в болото не уйдете но в общем если что-то решили поменять в жизни действуйте и не упускайте счастливую возможность всегда нужно 10 по вдохновение это верный шаг и фортуна всегда на стороне решительных людей а стрельцы они у нас очень решительные кентавр же лошадь с тулущим человека да еще со стрелой так метнет так неожиданным событием метнет и как сейчас ваши юпитера переходит с 11 мая к овнам это огонь но до этого ваш юпитер гасил три месяца в рыбах и сейчас до октября месяца переместиться к овнам но и в рыбам вам комфортно это вторая обитель юпитера но и переходя к овнам это огонь это ваши два огня соединяться это может мужчина и женщина создать скажем семью как стрелец овен вот такие да но и страсти вот эта любовь горячая любовь и то что вы создадите это по сатурну в водолее это на 33 года войдет вашу жизнь либо дом либо семья либо любовь в общем крепкая будет вот но и хочу сказать что в 2023 году юпитер ваш управлять полностью на целый год перейдет к овнам это для вас карьерный вершин овен он же у нас бизнесмен это он всегда думает как заработать деньги и это отразится на вас и у вас тоже будет дотации эти перспективы как какие-то будут ну в общем думайте куда вас путь ведет там и будет как ваше направление но в мае пути изобилия с 1 по 10 мая мы в коридоре затмений это с 30 апреля солнечное затмение будет и до 16 мая полнолуние вот здесь смотрите вот какие вопросы какие люди рядом с вами вот это благоприятный период для покупки нового жилья выбор жилья планы стройте вот эта программа запустится потому что вот этот этот кармический узел он всегда на как отражается на людей судьбоносными моментами или дачу вы купите ну в общем думайте куда вы хотите но и главное не сидите в ожидании что кто-то за вас сделает ваше счастливое будущее действуйте общайтесь с дальними родственниками кармические узлы они нас возвращают к родным местам к родным берегам откуда род кто-то захочет вот переехать в дом например родителей ну это более взрослые поколения домик деревни да вот это все будет ну то есть как бы потому что оси бладания на оси тельца и скорпиона именно вот такие события как наследство ну в общем смотрите какая обстановка и куда вас жизнь направляет в общем а единственное хочу сказать на каждому знаку говорю про черную луну она сейчас 14 апреля перешла знак враг на 9 месяцев до декабря аж но рак у нас это дом в котором мы живем жилье недвижимость любовь семья вот здесь особенно будьте осторожны кому вы доверяете ваши документы с кем согласовываете то что договорился если чувствуете какой-то вот замешательство значит подвох там обязательно будет значит договор будет расторгнут вот смотрите здесь повнимательнее будьте но и еще хочу сказать про 28 29 30 апреля будьте осторожны в том плане что плутон это плутон планетам бог подземного царства это мощная самая мощная энергетическая планета которая дает нам жизнь здесь и решает быть нам богатыми не богатыми он сейчас козероги тем более с сатурном вот здесь а сатурн водолея но в любом случае он сейчас хорошем аспекте вот здесь показываю с меркурием а меркурий с 10 числа пойдет в ретроградное движение вот здесь если какие-то важные вопросы постарайтесь до 10 мая совершить сделки или крупные покупки автомобиль там если все что связано вот здесь потому что очень треугольник это очень хороший аспект и близнецы это договора контракты но потом он обратно пойдет по пятную и здесь будет до 3 июня весь месяц да и здесь уже обратно возвращается телец но здесь вот если что-то не продавалось продастся да вот но такие вот события смотрите но по плутону вот эти три дня 28 29 30 так как я сейчас снимаю видео сегодня чистый четверг вот в апреле то вот здесь перед солнечным затмением который 30 апреля состоится вот здесь будьте внимательны плутон останавливаться это травмоопасный период ну что ж возвращаемся к стрельцам 6 дом дом работы и здоровья но я еще раз напоминаю что в 2023 году да и сейчас уже у вас куда будет направлять вас юпитер заходя в овен это овен это же не только огонь но это марс а марс это энергия мощная энергия это автомобиль это движение у нас будет куда вас будет подталкивать конечно к новой работе по 6 дом но и многие займутся восстановлением своего здоровья 6 дом это и здоровье но зато вы как выздоровеете полное выздоровление будет но в плане следующего года вот здесь смотрите карьерной вершином будет вести вас юпитер как вместе с марсом так сказать и придаст сил уверенности еще раз напоминаю кто первый раз это юпитер это покровитель ваш стрельцов это дед мороз это большие возможности которые вот прям стрельцам вообще по жизни идет легче потому что юпитер им очень помогает и больше им в жизни выпадает блюдечка с головой с голубой каемочкой но здесь мировоззрение начнет меняться появится больше конкретики физическая активность с марсом возрастет материальное положение улучшится доходы будут радовать дополнительные доходы появятся не забывайте про отдых и природу весной полюбоваться я имею виду будет много интересных знакомых стрельцам вообще любая работа будет по плечу многие желания начнут исполняться кому-то предложат новую работу а может даже как на прежнем месте только вот ну как я сказал с повышением карьерных вершин что в общем четко оценивайте свои возможности и не берите на себя повышенных обязательств и слишком сложных заданий вот дружите с начальством но знайте свое вместе место в коллективе то есть придержите свои критики и высказания вот у стрельцов это вот как мой враг это язык вот это запомните в общем умерьте амбиции будьте более доброжелательными семейные пары будут окружены заботой и преданной любви в окружении любимого человека а свободные стрельцы будут купаться в комплиментов и флирта ну вот так я вам красиво рассказала давайте же карты посмотрим карты стараясь не упустите но все равно потом думаю их это не сказал тот и не сказал ну так вот бывает период ожидания солнца ура вот как раз то что вы наверное и этот период заканчивается тогда когда вы может быть оздоравливались или ждали какой-то результат и тут солнце вот этот огонь как раз вы огонь и овен который вы заходит ваш юпитер вот здесь новые возможности и пятерка жезлов это конечно немножечко конкуренции но это работа много клиентов будет и здесь по жезлов так сейчас мы посмотрим королева жезлов туз жезлов вот это да и черная луна ну что ж давайте подытожим все-таки главное что здесь вам вселенная высвечивает заканчивается какой-то период ожидания четверка то есть вы ждали может быть каких-то накоплений делали да и семеркам жезлов это тоже вот когда мы хотим много заработать перемен хотим не устраивает эта работа то да сюда вот и здесь например не могли себе позволить ипотеки например да так как они не могли рассчитываться на такую зарплату вот здесь все начнет меняться и так как все-таки юпитер говорю главная планета которая нам расширяет наши возможности это ваш управитель и здесь он за вас уже давно решил новую дорогу и вот этот период подвешено состояние ног на голову он заканчивается и здесь если вы ждали успеха на работе то все таки сейчас такая военная обстановка нестабильная да но все же вы будете востребованы что-то вас по рукам и ногам связала какое-то событие но я думаю вот эта военная обстановка в прежде всего и что-то в вашем бизнесе остановилась может быть вот зарубежные а все-таки юпитер у нас это заграница это территория и духовность еще к тому же вот здесь вот вам надо тот кто чем занимался куда направлялся вас связали по рукам и ногам но скоро вот эта борьба закончится и вот это оборонять границы наверное уже все это состоится будет четко и вот здесь у вас появятся новые возможности но вы понимаете о чем я говорю потому что я здесь по картинке вижу именно вот как раз эту военную обстановку и границу и связано по рукам и ногам это конечно вот то что если вы работали с заграничным товаром импортным товаром то естественно тут у вас жизнь заставляет переквалифицироваться например на российские товары или китай или прочее да пожалуйста начинайте жизнь не просто так направлять значит у вас будут новые возможности новые перспективы вот здесь рыжий кот вас горит да пошли ты не бойся пошли что ты здесь остановился и расстроился что ли горит солнце высвечивает новый вариант новых возможностей и это я уже вижу здесь на следующей колоде здесь на третьей колоде которая говорит новые возможности нового перспективы посмотрите такие шикарные карты королева жезлов но про черную луну вот здесь не забывать она все-таки здесь появилась и это при принятии важных решений будьте внимательны в плане подписания договоров контрактов и ну не очень то всем то и доверяйте скажем но овнов провести это бесполезно у них голова работает как счетчик вот и поэтому здесь ваше начинание и здесь может быть что-то вот какие-то тайные договора может быть вот по черной кошке ну лучше этого избегать но это может быть зависит но все же высвечивается новая перспектива новые возможности это я пока подытоживая для тех кто у кого свое дело свой бизнес если да то вот здесь как и по юпитеру и то что юпитер переходит к овнам вот здесь вот то есть перспектива вас ожидает такая вот скажем хорошая но в общем мы сейчас говорили про стрельцов и все-таки очень важные события будет в плане того что юпитер перешел в знак овен и здесь вот оживает все ваши нового вся ваша новая программа новые дела и новые возможности которые вас приведет вот этот рыжий кот к новым перспективам и вот здесь анализируем для кого то это может быть еще и переезд это как деловые предложения которые вот мы от которых не сможете удержаться потому что тут жезлов здесь высвечивает новые личи лучи новые возможности и как вам это понравится вы здесь уже обретать новый статус статус успевающего преуспевающего человека но здесь еще вот какая-то неясность все-таки это ночь луна это ночь все-таки какие какие-то еще не или не то что неясность а то что мы ждем как что ситуация какая-то поменяется ожидание что утро настанет а утро обязательно настанет и солнце высветит новую программу жизни это будет касаться первую очередь и жилья и работы так вот так как солнце переходит шестой дом для стрельцов и здесь вот вы увидите ясную картинку от того куда вам нужно направляться если вы сейчас немножечко сомневались то в мае вы точно уже будете знаться потому что вы ждали когда все это вот например закончится да и здесь уже высвечивается новые возможности а может кто-то диплом получишь может кто-то учебу закончить да вот здесь и будете думать как ребенка вот учеба потому что здесь все так подвешено это студент это учащийся да и у него заканчивается его его надо куда-то определять жизни и вот вы думаете сюда поступить туда поступить здесь может быть дешевле туда дешевле и вот это четкий план и четкие картинки они нарисуются но они будут касаться еще раз говорю и жилья и обучение или как им уже к стабильной работе вас приведет жизнь но такие карты вот я поэтому должна так и сказать ну что ж друзья мои я думаю мы вы для себя уяснили это о чем вы загадывали свое желание вначале как я говорил загадайте желание прежде чем слушать таро прогноз то вот для себя интуитивно вот какая информация вам шла на данный момент и картинки они вам тоже какой-то ответ дает вот здесь вот это и будет вашим ответом люблю всех обнимаю и до новых видео друзья поддержите канал подпишитесь пока